приветствую вас мои маленькие любители варкрафта после они не маленькие уже им за 30 не маленькие они больше что ты начинаешь там мужики сидят бородатые 35 лет кто варкрафт смотрит сейчас 2021 году дети это да поэтому приветствую вас наши юные бородатые любители варкрафта с кредитами на машину с ипотеками с женами и 8 детьми так вам понравился новогодний выпуск best replace столько прислали благодарных отзывов в личку нам что мы решили повторить этот подвиг и даже усилить усилить эффект потому что снова у нас гостях бывший про геймер варкрафт выигравший что-то выиграл ну так турниры в питере большом количестве но международные и российские я не в ней в не выигрывал там 4 5 место были в на российских турнирах но чемпионом как дэдман я не был чемпионом как дэдман я не был нагибавший каких-то нубасов питере михаил да 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 а к майкер ну и ваш покорный слуга миссио крап сразу хотелось бы в начале выпуска поблагодарить в частности за эту демку которую даже наверное у миши в коллекции нет я не помню вообще этой игры я вот смотрю сейчас вижу билд знакомые знакомые никнеймы но я не помню эту игру и скорее всего я тут слил раз я не помню потому что победы над дэдманом я хорошо запоминал но справедливости ради надо сказать что мало кто мог похвастаться в те времена победами над дэдманом так что это ничего да да мы будем сегодня разбирать игру майкера разбирать не будем разбирать ничего не будем я сразу хочу сказать что мне ну я не хочу чтобы было мне стыдно по мне чувствуют будут будет стыдно помнишь мы смотрели совсем недавно на новый год как играли за карты с с граби и это был совсем не тот уровень который сейчас а я боюсь представить что я тут на на городе на гаражу да на гаражу слушай но это просто карма тебе вернулась вот чехвостил граби за карту придется краснеть да друзья легендарная карта ту риверс которой уже по моему нету в официальном ладере карта несколько нестандартная она чуть-чуть кривая в ней не симметричная но при этом на ней играли очень много не знаю как вот эльфы судя по всему любили ее что на этой карте сейчас сразу два эльфа у нас будет сражаться мы начинаем да давай стартовать демку на счет 3 серьезно я уже смотрю три минуты игры какая у тебя минута минуты 40 45 секунд 2 минуты от ничего не произошло только билд просто я хоть вспомнил две минуты 45 я готов да 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 2 так сейчас 44 43 сейчас сейчас довольно трудно мышкой это попасть я уже не помню как мы это делали 40 45 стоп стоп 40 да все готов 1 2 поехали ты запаузился я надеюсь уже уже стартанул все ладно поехали я надеюсь мы синхронизировались короче говоря красный эльф внизу это дедман а желтый вверху это бабе и ты решил сыграть через по тму здесь да на этой карте да очень странное начало потому что нет я все время искал какие-то альтернативные темы стандарт на тот момент это демон хантер первым героем и один барак контрес то что играет собственно андрей соболев сейчас мы видим я экспериментировал экспериментировал много а он вообще два барак контрес не это другое время масс барак масс масс хантрески масс хантрески масса бориски но вот у меня сейчас первый глупый вопрос я чуть-чуть посмотрел начало этой игры не стал досмотрел до конца чтобы интригу себе не рушек вот у тебя сейчас под мат 5 арчей у него дыха и одна ханта да и 2 слова ли у тебя физическая возможность просто прийти и расконтролить не два барака они никаким макаром ну то есть я прибегу на сейчас то есть сейчас я прибегаю там уже выходит 2 2 3 хантреска выходит 2 3 хантреска два барака работает ты не можешь зарашить два барака хантрес если только у тебя не ранний барак и нейтральный герой то есть ты можешь поставить барак поближе сразу агрессивно его поставить это нужно делать на карте ставерны чтобы можно было взять тинкера или нагу для того чтобы пропушить и нон-стоп с одного барака два барака хантрес можно подпушить но сложно все равно но не два барака хантрес то есть задавить не получится то есть ты приходишь медленными арчами там два барака работает хантрески выходят мунвеллы плюс еще есть демон хантер который пополезнее чем патма патма вообще нужна для того чтобы в лейте играть но смотрим я пока я знаю что он играет в два барака сам добавляю 2 и и вот тут вот сейчас происходит что-то странное дэдман приходит к тебе на базу твоим углы под кучу арчей отдаваться по сути потому что он здесь и ничего сейчас не убьет но если контролить что не убьет я стараюсь хорошо от контролировать до андрюша был в свое время когда играл величайшим вообще игроком то есть топовый игрок европы и конечно как большая удача что я вообще на него попал с точки зрения контроля конечно с точки зрения контроля он здесь ничего не смог сделать даже будучи супер пупер игроком ну да здесь очень трудно потому что хантресом мешают деревья арчи могут вокруг них мансить они рейнджовые хантресами лишние в итоге отдал хантресу и т.п вот в данном случае я должен был сразу лепить нычку вот прямо сейчас он потерял хантреску он потерял телепорт как ты правильно сказал все проблем никаких идем ставить экспанты но а я пошел ставить экспант серьезно да у тебя вот тоже хантрески то есть сейчас по сути вот у тебя хантресы плюс арчи которые ну на мой взгляд сильнее чистых антрес из-за да да вот сейчас можно было вообще всегда когда у тебя появляется преимущество тебя два варианта глобально либо ты идешь реализовывать это преимущество просто атакой либо ты ставишь экспант по вещь нычку да до укрепляется у меня приходило сразу же в голову что дали бы сейчас нычку поставить либо пойдет в польцо in will в пользу экспанда в пользу экспанда патма то есть тебе выгодно увеличивать количество лимита против против демонхантера то есть чем больше у тебя народу тем эффективнее работает аура и но я щас не поставил экспант смотри а ты не поставил экспант во-первых ну и экспант плюс это такой сейфовый до способ закрепить преимущество потому что нычку сейчас он тебе ну никак не может отменить хотя у него уже 7 хатрес но у тебя тоже хорошенько 3 4 хантрес и сейчас беготня была у меня вообще непонятная зачем куда я побежал туда при пробежал туда пробежал более пытался поймать я думал может быть думал что он красную смысле желтенькую слева крепит да 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 вот там где gold mine да 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 ну в общем бобер чуть потерял время и вам сейчас решится на нычку тебя даже катапульта не части тебя баллиста появляется войска все это видит дэдман прямо сейчас ну вот на этой карте ты бы его наверное расшатал должен был хотя конечно там нужно быть хорошо место узкий проход там ну карта такая мосты может да рада на этой карте как раз хантрес особо не играли потому что здесь узкие проходы и арчи с баллистами но андрюша смотри делать правильно на этой карте особенность это один магазин и он приходит к магазину как раз под утро где когда появляется первый свиток лечения плюс ему падает хилварды очень хороший большой нву опять же я потерял огромное количество времени я закрепил он закрепил две точки я закрепил одну и маленькую зелененькую идущий словить типа его на криппинге на самом деле ну перебиваю там бла-бла-бла сейчас позиция очень плохая он благодаря свитку врывается прям ворчей единственное место на карте которая есть это открытое и я начинаю сражаться в этом открытом месте получая конечно же третий уровень вторую ауру но ульта баллисты плохо баллисты плохо стоят арчи плохо стоят хотя он тоже потерял 2 хантрески убил мне одну катапульту убил одну арчу если я правильно понял по и у меня даже лимита больше плюс 10 нифига себя спирант показывает что мне лимита больше плюс 10 до но сейчас арчей они деконтраливаю он возвращается ставить снова хилвард я пытался в магазин добежать видимо за свитком потому что не знал что там свитка нет уже перекуплен перекуплен до инвентаря мне как раз свиток больше пригодился на такое количество арчи он подрезать еще катапульту и теряет одну хантреску но здесь димка очень хорошо нарезает арчи еще минус арча и катапульта его слева начинает стрелять а у него же четыре катапульты и классных антрас так он отконтроливает пока у 2 красных контраски танцуют только сейчас одна упала это мои хантрески нет нет вот хорошо ладно твоих антраски тоже танцуют но тут тоже смотри минус 2 баллиста делаешь еще одно можно сделать на мосту она тем более стреляет не по той хантресе которая ее бьет но сейчас дима совсем каша разберется ну в общем мясо вообще на самом деле если убрать никнеймы я бы не сказал где андрюша играет а где я играю это конечно мне очень сильно льстит потому что мы одинаково играем кривовато оба ошибаются оба недоконтроливают ну такая неразбриха по моему ты просто не ожидал что там начнется какое-то сражение и вот как началось вот это вот не стройными рядами то там ворвались в задние тылы арчи все раз пытаюсь на резинку догнать и можно догнать кстати выстрел мисс мисс там был мисс там был мисс я его убивал если не а ну и надо было мне конечно подконтролить но это был мисс вероятность до такого события 20 процентов так что просто не повезло немножечко да 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 так бы я его да смотри твои баллисты просто игнорируют вражеские пытаются мимо них как-то проехать и прям не домой нужно мне домой нужно хочется забыл там баллиста дании или как что-то конечно вообще оказались сейчас конечно на точки сбора могли ну то есть тут как такая карта нужно ой вот это плохо конечно у контроль шкачоком показывает бабер вы посмотрите вообще оказывает контроль контроль все-таки баллисты настолько медленно и что там могла танцевать любые танцы хоть вверх хоть пиктоника все равно бы они не уехали сожалению минус 2 кто-то наверное расстроился да потому что тот 5 9 уже е-мое это уже конечно проблема но игра будет продолжаться еще довольно долго так я удивлен решил не сдаваться жалко конечно что не поставил в тот момент экспант который бы уже работал и уже вы приносит вот столько столько всего знаешь анализировать эту игру я бы не стал потому что вот сядь я игра сейчас против дедмана у меня были бы было бы больше шансов вот серьезно вот вот такую вот игру показать это не так сложно сейчас не но тыкал ты тогда бодрее я помню твои старые воды от первого лица против да но все равно терял больше терял больше что это такое вот как это как так можно было хантреску там не добить этого демон хантера не убить как можно было с арчами посражаться в чистом поле когда у тебя карта такая где что встаешь на мосту и улыбаешься машешь не-не-не это мне кажется молодой понимал меньше да понимал однозначно меньше понятно что 10 лет или сколько там времени прошло с это больше уже не могли пройти даром учитывая что ты не выпадал из варкрафта по сути но молодой майкер возможно переконтролил бы тебя просто просто где-то в каком-то бою этот щегол не знаю ладно а теперь смотри я вы выкупил два свитка это очень хорошо продал плащик который мне не нужен как подмен и сохранил кстати инвал в отличие от него да он разменялся лучше ставит базу непонятно вообще на каком основании причем делает разведку видит что я базу не ставлю и сорок пять лет не нужно отвечать как можно быстрее потому что сейчас одинаковые лимиты примерно мне нужно сейчас пятый уровень получить для начала и скорее всего эти пушить экспант его ну да мы же у него . левая . с голдмайном она прекрасная вообще возможность получить 5 но ты опять же видишь долго по моему все делаешь то есть вот пока там чет потанцевал на базе это тоже экспант поставил только сейчас выдвинулся хорошо что дэдман тоже никуда не собирается выдвигаться но это и понятно да у него базово строится ему наверно нужно чуть подождать пока она начнет приносить стратежные виски обратите внимание на мостах и слева и справа и вот сейчас увидишь что тебе выдвигается дэдман блин выпадает фигня какая-то на точке да хп 300 красную точку нормально забрали на самом деле он еще идет делать застройку оруны фриберс нифига себе смотри blood last на подмой сразу накинул молодец и он протекторами застраивать ничего себе да я забыл что там же ее перебаланшивали там этот огар не огар хороший сейчас стенка на стенку если нормально поконтролить хантресок с двумя свитками лечения тут изи разберу она там демонхантер может на своей базе у тебя колодцы если что можно да да и все андрюш понимает что как бы с шутки плохи и на самом деле с таким лимитом спот мой если она получит третий уровень мы ой давай гони его гони нормально печаль нам остуто можно ну катапульту баллисту можно это подрезать точно не там то пято он тоже блочит смотри и хорош да надо на душу лежать вперед вперед-берет-берет пробегай 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 молодец пробегает давай прям контрастом бросается по баллисту ну а че ты видишь покусит бобер фокусит protection делать дэдман я получаю пятый уровень да ладно свиток лечение свиток лечения пробивая давай я могу выиграть еще тут давай вниз еще вниз 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 к этим катапультом катапультом проходи, катапультом проходи, дурак. Ой, дурак. Сейчас же шестой Димка будет. Не надо так отдавать. Как же наваривают баллисты? Не по демону, по хантрескам. Молодец. По демону нормально, по демону нормально. По демону нормально. Да я же выиграл. Я выиграл. 800 голды на руках. Давай, дозаказывайся, дозаказывается. Не, не выиграл я здесь. Еще 14 минут. Не, ну как, ну ты в 48 лимитов у него остался один демон-хантер и, может, пара хантрес. Единственное, что, знаешь, чем это закончится? Демон получит шестой. Да, это точно, что он получит шестой. Не бегай за ним. Не бегай, не бегай. Вот сейчас можно было просто забить на этого демон-хантера, пойти баллистами раздолбать ему Мунвелла на базе. Ой, как же, Миша, ты не прав. Как же ты не прав, а? Он здесь тоже не прав с Моноберном. Не рассчитал количество. Тебе дорог, ну, догонят в любом случае. Тебе дорог, конечно, был этот Огр. Видимо. Персональный телепорт классный. Как брат, да. Ну что, в итоге, у Миши 50 лимита, у Бобра, у Дедмана один демон-хантер и две хантрески, вот. И еще две. Ну, битых. У тебя тоже. У меня все битые, мне хочется вернуться и подлечиться, и подчиниться. Но там экспант работает. И это, конечно, проблема. А магазин только в правом нижнем углу. Да, 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 да. Я побежал как раз за ним. И видишь, эта мысль пришла ко мне быстрее, чем к Андрюше. И, соответственно, я выкуплю этот свиток еще один. Но демон шестой. Слушай, я нормально играл ведь. Блин, я нормально играл. Соображаю. Слушай, может вернешься? Ой, медальку купил, смотри, 1250 хп, такая патма. Ооо, еще протекшн сейчас, видимо, купил. Нет, протекшн. Ну, лоб-лоб сражаться не стоит. Второй свиток взял! Вау! У-у, какая патма, ты видишь? Блин, у меня бы еще манку, но манку он будет высасывать и Старфол не сделать мне. Ну, я так понимаю, ты третью ауру взял, да? Конечно. Естественно, тут все берут свои, это самое... Ну да, плюс масса. Слушай, а в те золотые прекрасные годы никто не подстраивал там пару дриадок, что-нибудь такое? Или просто нет? А тут очень сильный баланс получается. Все играли в Масхантрессы, так или иначе. Ну, то есть, именно вот в этот период, как я вижу, по баракам. И играли очень контактно, агрессивно. Ты тратишь деньги на Т2, там 320. Тратишь еще на лорницу 100, там 45, еще на вторую лорницу 145, а тебя уже протекторами застраивают на базе. Вот, и все. То есть, там настолько контактно все... Ну, просто в чистых контактах на Хантрессы, конечно, пара дриадок очень было бы полезно, там, замедление, все дела, Контрессы не убегаешь, но... Конечно, конечно. Ну, когда у тебя садишься, 4 баллиста настреливают, там, да. Тут катапульты хорошие с этими, которые не промахивались тогда еще, у них же Грейт хороший. Вообще, Массарчи с этим, с дальностью тоже Контрят Масхантресс. Потом пришли к... Смотри, какой я гопшу собрал. Готов сражаться. Да, да, я говорю, Майкер идет убивать. У него 5 баллист, стенка Хантресс, Патма 5-я, 2 слиста. Да, и 700 голды на руках. У меня давным-давно мог стоять экспант уже. Грейты делаются, надеюсь, да? Там 11 сто лет назад должны быть уже. Один говорит на атаку. А вот что делать с этой голдой? Ты не выходишь из лимита. Может, все-таки нычку поставить под эту атаку? Может быть, все, выкидывки. Все, я уже в атаке живу. Я живу в атаке. Я огненной мыслю сейчас. Андрюша теряет. Слушай, как быстро Андрюша, он, кстати, заказывает, да, подрывников. А что у тебя мануэла будут подрывать? Ну, с одним он... Не понятно, что мануэлл подрывает. Что тут подрывать? Может быть, он думал экспант? Не-не-не, он шел взрывать, типа... Он в размены идет вообще. Это очень глупо, на самом деле. Если... А у меня есть телепорт? У меня есть телепорт. Просто в мэй надо тыкать сейчас, и все. Конечно, у тебя 5 баллистов, у тебя, конечно, огневой силы гораздо больше. Тут он пока тебя затыкает в эти бараки, ты ему уже мэйн снесешь. Я понимаю, что нужно мэйн сносить. Да, да, да. Давай, давай. Майкер правильно... Молодой майкер понимает, что надо делать. Видит, кстати, экспант от Денна. Телепортироваться надо уже сейчас. Уже сейчас телепортироваться надо было, Михаил. Все, минус нычка и... Нет, ты решаешь еще забрить экспант. Да, вот это ошибка. Разменять все производящие. Да, так бы ты отбился, и второй раз пришел бы просто... Ну, на самом деле, шестой уровень. Тут можно и в размены идти. Только я в виспов не спасаю. Никто не собирается, короче, телепортироваться, никто не собирается сражаться. А вот он виспов спас, вот и все. А я не вижу у себя виспов. А, я уже здесь что-то строю. А, у меня есть виспы с собой. У-у-у, да я неплох. Ты же брал, ты брал с тобой опять виспов. Я неплох, я неплох, да. Я не понимал, зачем брал, но брал. Можешь быть, баллисты чинить. Чинить баллисты, да. Блин, никак не могу построить. Алло, там мешают. Что ж такое, даже молодой макер не может расконтролить эту поляну. Ты волнуешься? Я волнуюсь. Я сейчас, простите за подробности, я ноготь грызу просто, потому что я уже все в этой игре погружен. А вот представь, что ты бы сейчас смотрел на себя молодого. Как, вот, я просто постоянно слышу, как там на турнирах крупных ты переживаешь, да, за фоги, за того же. И ругаешь его постоянно. Что ж ты, как же ты что-то и сделал? Ты бы себя сейчас ругал? Слушай, по сравнению с... Я думал, что будет все значительно хуже. Вспомни Закарда, блин, сграби, что мы смотрели. Ну да, там. Может быть, это все-таки они были моложе тогда. Мне кажется, что там, да, разница в несколько лет была. Типа там, ну, 3-4 года разница. Потому что здесь, ну, как бы, сильно косуков нет. Это уже напоминает Warcraft, да. Тот, вот тот, который мы уже знаем, видим, помним. То есть, это хорошо. Протектор. Схорная игра. Так, Base Trade. Что мы понимаем? Дедман. Дедман. Ну, вы оба друг друга здания видите сейчас. У тебя одно здание, единственное остается. Вот в чем проблема. А у Дедмана там чего-то натыкано, да? У него протекторы натыкано. Но это очень странная тема, потому что катапультами это все сносится. А протекторы мега дорогие и бесполезны, получается, против катапульт. А ты там и слева, что ли, нычку воткнул под шум? Возможно, да, возможно. Надо посмотреть. Ну, там осталось маловато. Нет, это Moonwell просто, чтобы на всякий случай не строить все в одном месте. А чтобы... Ну да, были ауты. Moonwell видны, я насколько понимаю. Нет, 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 сейчас ничего не видно. Сейчас мы строим нычку и один, и второй, так что все здания, которые были построены до того, как... Ну, то есть, если здание было построено до мейна, то да, оно показывается. Вот, но сейчас, конечно, да. Сейчас бы не помешало, знаешь что? Дирижабль не помешал сейчас. И это самое правильное, что можно было сделать в такой ситуации. Это купить дирижабль для баллиста, для того, чтобы передропывать катапульты. Видишь, как близко стоят наши базы. А тогда вообще контролили дирижаблями в те прекрасные... Прекрасно. Ну, это уже было близко, да-да-да, это было близко. Здесь, возможно, мы не взяли, потому что до сих пор не зачистил ни один и другой, ни другой мастерскую гоблинов. И помнишь, там он забегал, брал этого подрывника, и сразу была сеточка, там тролль кидает сетку. В это проблема, стоп-фактор такой. Он пытается... Это не докрепится, это он ради денег. Ты же не получаешь здесь левел. Да, левел там не получает, но деньжа, там, может, и тем какой-нибудь прикольный выборит. Да-да-да. Интересно. Ну, вот, с одной стороны, у тебя, конечно, для бейстрейдов лучше сетап. Но, с другой стороны, тебе этим сетапом передвигаться дольше. Он более мобилен, дедман. Что у него только хантрессы и дыха. А тебе, типа, как катапультами этими... Тебе тут нужно точно знать, куда ехать, чтобы поехать. Но разделять армию тоже не хочется, потому что продакшена нет. Сейчас каждая хантресса, нужно дать ей имя, баллисту назвать как-то, и вот всех контролить, как родных детей. Большой... Ну, вот тебе и предмет, да, выпал. Большой бутылёк. Да, я чуть-чуть впереди тебя на несколько секунд. Сейчас я, подожди, паузу поставлю. Да, буквально, там, 2 секунды, ага. Ну, я так и не отжимал, да. Я так и иду, чтобы тебя догнать. О, дирижабль, смотри, появился. У меня, причём, появился дирижабль. Ну, да, тебе точно нужно контролить баллиста, потому что ты больше никак их не сможешь спасти. Я так, Демон Хантер 6. Вообще, у меня сейчас до сих пор преимущество. До сих пор у меня сейчас преимущество. У Дэтмена Экспант, насколько я тоже понимаю, да, вот... Да, 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 да. Вот как раз для этого и нужны баллисты. То есть ты берёшь, и вместо того, чтобы вот круголя через мосты, через протекторы, ты берёшь просто хопа, и уже оказался у него. И это сразу провокация, потому что, ну, ему нужно что-то делать, ему нужно нападать. А нападать через мосты, смотри, какую ещё позицию хорошую я занял. Я стою на мосту, а он толпится будет там. Я дропаю баллисты, сразу начинаю убивать ему, провоцируя его на атаку. Блин, блин, я неплохо играл тогда. Чёрт! Смотри-ка! Что там много, конечно, что там много. Ой, протекшн пошёл. А у нас есть... Надо возвращать баллисты. Ну ему до шестого левела Миша остаётся, там уходят одна хантреска. Надо возвращать... Мне нужно возвращать срочно сюда светок лечения. Возвращать срочно баллисты. Я возвращаю баллисту. Убиваю у него одну хантреску, вторая красная. У меня доконтраливый бобёр! Ему нужна просто одна ханта, ему пофигу на своих хантресках. Он убивает, он убивает, и всё, добрый вечер понеслась. Красиво. Это демон хантер вообще никого не боится, ему плевать. Тут же пытаемся дирижаблем спасти, но... А почему? Нет, хантрес надо бить, наверное. Да-да, хантрески. Зря я тут... Хотя сражаемся с демон хантером, смотри. Патма тоже с двумя этими 1300 хп у него. Мы нормально справляемся с демон хантером тут. А, и у него добычи нет, получается, да? Он телепортируется. Это персоналочка. А что у меня с добычей-то идёт или нет на экспанде, мне любопытно? 20 лимит у него. У него колодец здесь. Ну, этот колодец сейчас ничего ему не восстановил, потому что слишком жирный демон хантер под ультой. Так. Ну, задача в любом случае теперь у бобра усложняется, потому что демон хантер регулярно будет сжать ульту, и каждый раз нужно будет этот тайминг контролить, потому что сражаться с шестым демоном. Мы помним, что... У меня виспов нет. У меня виспов нет. Муна против Криолофуса, да? Уиска я против Криолофуса. Тогда шестой демон просто всё перевернул. У меня виспов нет. Я не добываю на экспанде, мне сейчас нужно атаковать. Хантерск у меня здесь мимо протекторов решил пробежать. Основная армия идёт на его базу. То есть мне нужно размериваться. Смотри. У меня сплайблок 34 на 30. Мне нужно сейчас разменяться. Поэтому, собственно, выгодно сейчас идти в размен. Чтоб виспов построить. Да, я могу его убить сейчас вообще. Так, демона отпустила. Он битый. Мунвелов нет. Десантируются снова баллисты. Нычка поднимается, чтобы меньше получать демеджа. Кому-то нужно отвлекаться на баллист. Демон хантер не может разорваться между двумя атакующими флангами. А, я победил, смотри-ка. Блин, я победил. Ни мастычка. Ни фига себе. А как ты эту игру не помнишь? Скажи мне, как эту игру... Ну, это ладерная игра. Это не турнирная, понимаешь? В ладере тогда, когда ты играл в топе Европы, ну, типа, был там в топ-10, топ-20, ты всё равно постоянно, каждый день с этими игроками играл из Дедмон, из Дедмоном, из Тоддом, из Граби. Вот. И хантресс на хантресс, и, казалось бы, не такая интересная. Ну, это интересная игра, да, потому что она многоэтапная. Вы полностью поменялись базами вообще, получается. Да, хорошая игра. Ну да, и здесь уже у Дедмона шансов нет. Ну, он пытается дождаться ультимейта. Ультимейта пытается дождаться, но у него действительно шахты нет, и я не знаю, как он... Я протекторы убиваю баллистами, прикрываю, Патма получает седьмой уже уровень. Она ни разу не сделала старфол, потому что... А у меня есть один теперь. Она должна была делать старфол на нижнем мосту, помнишь, где мы сражались? Там был уже шестой, надо было прижимать до того, как ману собрали. Все, я лечу в последнее здание. Я, кстати, хочу сказать, поблагодарить ХЗ Демона, который откопал эту демку. Я не знаю уж, где он ее раскопал. Спасибо большое. Это такой энтузиаст от Варкрафта. Он очень много делает для развития игры в России. Спасибо большое, Демон. Давай еще. Спасибо, Демон. Это... И сейчас я убиваю последнее здание наверху у него. Как приятно Дедмана убивать, да? Да, да. Как приятно. Без ГГ вышел, кстати. Better Quit Now. У него такой, видишь, еще ноу-майнерный никнейм. Типа, лучше сразу выходи. Да, да, да. А мы играли под никнеймом Арктика Дед. Это никнейм Оранжмана. Ну, такой часто бывал. Не узнал, почему и почему не написал ничего про манку там. Как можно было просто взять... Нет, там особо не чатились. Там либо ГГ, либо... То есть более-менее майнерные были. Ну, были же какие-то такие немножко неадекватные ребята. Все равно среди топов. Да, да, были. Михаил, ну что? Мы вообще зачем тебя позвали на ТДМ? Напомнить, что когда ты умел играть в Warcraft, да? Да, да. Я думал, будет хуже, на самом деле. А тут, оказывается, и там под контроль или что-то там, и туда, и сюда. И свитки перекупаем, там и атаки делаем, там и в бейстрейд с виспами. И этого дирижабля взяли тоже. Молодец, Михаил, молодец. Что ты умел? Мы хотели тебе сказать, что может быть, если современный нынешний Боберт, немножечко, немножечко, без стрима. Нет, нет, я слишком стар. Я лучше буду смотреть, как играют другие. Ребята, ну я пытался, честно. Да. Да, поищем еще проигры. Надо поискать игру, где кто-то еще проиграл, чтобы ты не сильно гордился. Таких было больше, поверь, поэтому найдете без труда. Да, ну отличная игра. Отличная игра. Спасибо, Миша, за компанию. Спасибо за демоны еще раз, за материалы. Аспиранты спасибо за то, что он такой молодец вообще. Приходите еще. Приходите еще, мы будем находить какие-то прикольные игрушки. Ну, так, время от времени к нам в гости заходите. Пока-пока-пока. Давай, Миша, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok